Пирожное Рафаэлло. Я думаю, что никто бы сейчас не отказался от такого маленького, но в то же время очень вкусного десерта. Всем привет! Вы на канале Аппетитная Кухня. И мы сегодня будем делать самое простое в приготовлении рецепт пирожного Рафаэлло. Берем кукурузные палочки. Они тоже сами по себе очень вкусные. Но нам их нужно пропустить через мясорубку. Да-да, именно через мясорубку. Я пробовал пропустить вот это все через блендер, и вот такой вот пушистой крошки не получается. А нам нужна именно вот такая вот пушистая крошка. Затем мы берем ровно половину крошки, отправляем в посудину, в которой будем замешивать. Добавляем в эту крошку сгущенное молоко. Простое сгущенное молоко, которое продается в любом магазине, может быть из банки, может быть, как в моем случае, из пакета. И начинаем замешивать импровизированное тесто. Нам нужно вымешать все до тех пор, пока у нас не останется ни грамма крошки. Но смотрите, сгущенкой переборщить нельзя, потому как у вас оно будет слишком редкое. Поэтому я сказал, что вначале нужно добавить половину крошки, а затем, если первая половина у вас будет слишком редкой, добавить еще вторую половину крошки, чтобы получилось вот такое хорошее густое тесто, которое уже можно будет взять руками. Ну а дальше мы берем в отдельной посудине кокосовую стружку, берем орешки, в моем случае это грецкие орешки, можно взять любые другие по вашему усмотрению. Берем немножко теста, укладываем внутрь орешек и стараемся из этого всего сделать небольшой шарик, так, чтобы все было похоже на Рафаэлку. Орешек должен будет остаться внутри. И в самом конце берем вот этот вот шарик, обволакаем в кокосовой стружке. Весь шарик полностью должен хорошо покрыться вот этой стружкой. И в действительности все начинает быть похожим на пирожное Рафаэла. Дальше мы делаем все точно так же, до тех пор, пока не закончится тесто для Рафаэла. И затем готовые пирожные мы отправляем в холодильник где-то примерно на час, для того, чтобы они немножко укрепились, стали более такими плотными, так сказать, более жесткими. На этом, ребят, все. Вот такой вот простой приготовление рецепт пирожного Рафаэла у меня сегодня получился. Пирожные действительно получились очень вкусные, сладкие. Конечно же, это не то, что продают в магазине, но я вас уверяю, что все останутся довольными. Попробуйте и вы приготовить такие простые пирожные, удивите своих родных, близких, друзей. И обязательно в комментариях отпишитесь, понравилось ли им или нет. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Ну и конечно же, чтобы не пропустить следующие видео, обязательно нажимайте на колокольчик. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.